Всем доброе утро! На дворе 14 декабря 2020 года. Тема сегодняшнего занятия – эпоха просвещения. Итак, стоит начать с того, что после нового времени в науке был сделан значительный шаг вперед. Большое продвижение произошло. Можно отметить таких выдающихся ученых и мыслителей того времени, как Николай Коперник и Галилео Галилей. В прошлом году, когда мы изучали с вами астрономию, мы говорили о том, что эти два человека доказали, что система космическая, по которой мы живем, все-таки гелиоцентрическая, а не геоцентрическая. То есть в центре находится Солнце, и вокруг него вращаются все остальные космические объекты. Это было значительным прорывом того времени, и эти ученые оказались правы, до сих пор мы пользуемся их системой. Также в то время появляется мыслитель-ученый Исаак Ньютон, который, кстати, был не просто ученым, но и достаточно религиозным в то же время. Его историю мы, наверное, с вами знаем, потому что она действительно на слуху и довольно-таки харизматичная, легендарная. Исаак сидел под деревом, затем с дерева упало яблоко, его удивило, почему оно упало все-таки на землю, а не осталось там в воздухе, и тем самым он открывает закон всемирного тяготения. С этим законом мы тоже в прошлом году работали, когда изучали астрономию, и ни для кого это не новость. Можете себе отметить, что Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Еще один успех в науке был достигнут кем? Маркизом Пьером Симоном де Лапласом. Этот человек сделал тоже очень большой вклад в математику, в математические методы. Он наводнил и физику, и математику значительными серьезными расчетными методами. Тоже отметьте себе. Следующий. Левенгук. Это кто? Это известный микробиолог и изобретатель микроскопа. Микроскоп очень важный инструмент, благодаря которому можно было и до сих пор можно изучать строение различных живых организмов, именно на клеточном уровне. Карл Линней. Тоже ученый из области биологии, а именно из систематики. Он провел как раз систематизацию всех классов живых организмов, в соответствии с которыми он их выстроил. Теперь давайте с вами перейдем собственно к просвещению. Мы говорили о том, что эпоха возрождения это действительно возрождение той старой античной культуры после средневековья, после такого тысячелетнего забвения. Так вот, не только возрождение, но и просвещение тоже характерно для вот этого периода, для нового времени. Давайте себе запишем определение. Просвещение это распространение знаний и культуры в каком-либо государстве. Эпоха просвещения в европейских странах начинается значительно раньше, чем во всем мире. И мы будем обозначать просветителей именно европейских. Давайте себе их запишем. Среди просветителей кто выделился особо? Это Томас Гоббс, Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Лейбниц, Исаак Ньютон. То есть все вот эти люди были достаточно выдающимися мыслителями своего времени, и свою мысль они пытались нести в народ, и на них даже ссылались различные правители государств того времени. Сейчас я вам предлагаю зарисовать такую вот табличку. Итак, мы будем с вами указывать просветителя и страну, а также его основные идеи. В первую очередь необходимо вам начертить эту табличку, а затем мы будем прописывать, что каждый из мыслителей придумал. Так вот, Томас Гоббс. Томас Гоббс, он родом из Англии, то есть он англичанин. Какие его основные идеи? Его основная идея заключалась в том, что именно война породила государство. То есть побеждает сильнейший и становится он, собственно, во главе. Джон Лок. Джон Лок тоже, он англичанин. Его идея состояла в разделении властей, что власть не должна узурпироваться и монополизироваться, она должна быть разделена. То есть запишите себе основные его идеи, это разделение властей. Следующий. Шарль Монтескьо. Ну, судя по фамилии, уже понятно, что он француз. Француз Шарль Монтескьо считал, что должны быть разные законы в каждом государстве, в зависимости от того, в каких условиях оно живет. Жан-Жак Руссо. Он тоже родом из Франции. Жан-Жак Руссо считал, что у людей должны быть права и свободы. То есть они должны им принадлежать. Вольтер. Вольтер тоже француз. Что касается Вольтера, то он выступал действительно против религии. Он считал, что это не нужно совершенно и трата времени. Поэтому он всячески старался ее критиковать. Эммануил Кант. Эммануил Кант уже родом из Германии. Он немец. И он говорил о том, что в обществе должны проводиться реформы. И, наконец, Чезаре Бекария. Чезаре Бекария у нас итальянец. Он родом из Италии. Поэтому напишем его основную идею. Он считал, что необходимо отменить смертную казнь. Что это бесчеловечно и слишком грубо. Решать человека жизни. То есть должна быть другая высшая мера наказания. Вот. Мы с вами вспомнили эту тему. Она изучалась давно. В седьмом классе. Мы освежили ее в памяти. Дома я вас попрошу прочитать параграф номер 24. Чтобы еще раз все закрепить. На этом урок окончен. Спасибо за внимание.